Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Бюджет принят, а САХ проверят. Сочинские депутаты провели последнюю в этом году сессию городского собрания. В Сочи проходят слушания по генплану курорта. Планируется выслушать мнение жителей всех микрорайонов города. В гости после пожара сочинский участковый посетил многодетную семью, спасенную им из пламени. Медицинский Оскар Краснодару. Краевой центр грудной хирургии получил медаль имени Бакулева. В нашей стране это высшая награда в кардиологии. Медаль стала самым желанным подарком к празднику. Центр отметил 15 лет со дня основания. Сегодня врачей поздравил и губернатор региона. Вениамин Кондратьев в своем видеообращении отметил. Кубанские врачи составляют достойную конкуренцию зарубежным медикам. Центр грудной хирургии это необычная больница. За сравнительно короткое время врачи, сотрудники, весь персонал превратили клинику в ведущее лечебное учреждение страны. Сделали свой центр без преувеличения легендой краевой медицины. Вы не просто встали в один ряд с ведущими мировыми клиниками. Вы перешагнули свое время и сделали реальной медицину будущего. Таких результатов другие клиники добиваются десятилетиями. Жители края, да и многих регионов России, знают, что за сложнейшими операциями на сердце больше не нужно ехать в Москву или за границу. Все это достижение, конечно, личная заслуга Владимира Алексеевича Парханова. Благодаря его упорству, твердости, сумасшедшему трудолюбию, центр грудной хирургии стал таким, каким мы его знаем и каким гордимся. Заслуги краевого центра грудной хирургии отметили и в Минздраве страны. Вероника Скворцова прислала благодарственную телеграмму, а известный кардиохирург Лео Бакерия в видеописьме оценил многопрофильность медучреждения. Но главные слова благодарности предназначались именно врачам. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Кубани» и почетные грамоты получили почти 30 сотрудников центра. Сейчас здесь работают 12 отделений. Это кардиохирургия, эндоскопия, онкология, таракальная хирургия, диагностика. В стране именно Кубанский центр грудной хирургии занимает второе место по числу трансплантаций сердца, уступая только ведущему федеральному центру трансплантологии. Развивать легкую промышленность, поощрять социально ориентированный бизнес и поддерживать создание фермерских кооперативов. Губернатор Краснодарского края в итоговом интервью ведущим телеканалам региона рассказал о том, каким видит будущее Кубани. По его словам, не стоит оставаться лишь аграрным и туристическим центром России. Кроме этого, Вениамин Кондратьев рассказал, как можно избавить Краснодар от пробок. Все подробности большого интервью знают наши краснодарские коллеги. В главной студии телеканала Кубань-24 все готово. Последние штрихи. Режиссеры и операторы еще раз обсуждают, как будет выглядеть в эфире. Для Вениамина Кондратьева это уже вторая встреча в подобном формате. Ну а для журналистов это возможность не только подвести итоги года, но и узнать о планах по развитию региона в будущем. Основу для экономического рывка в следующем году на Кубани заложили уже в текущем. Воловой региональный продукт показал рост почти в 103 процента, опередив средний коэффициент по России. Динамика и в промышленном производстве выше даже, чем в сельском хозяйстве. Краснодарский край не собирается оставаться лишь аграрным и туристическим центром России, поделился с журналистами Вениамин Кондратьев. В приоритете наращивание промышленных мощностей. И здесь необходимо выстроить правильную инвестиционную политику. Для бизнеса принципиально важно, чтобы власть создала понятные, прозрачные условия нахождения в регионе. И не важно, это будет наш бизнес, региональный, или это будет бизнес, который из других регионов, понятные и прозрачные условия. Вот, как я сказал, правила. Правила, по которым они должны жить, работать. И не должно быть даже доли сомнения, что кто-то эти правила поменяет. Сегодня преференции бизнесу, конечно, должны быть. Конечно, они должны быть в рамках правового поля, но преференции, а если еще бизнес выполняет социальную нагрузку, несет социальную ответственность. Вот, друзья, вот здесь тем более нужно продумать. И в том числе, я здесь уверен, что законодательное собрание края поддержит администрацию края, где мы преференции, конечно, для социально ориентированного бизнеса, конечно, создадим. Социальная защита жителей региона – одна из главных обязанностей власти, уверен губернатор. В следующем году основные расходы из бюджета пойдут на развитие системы здравоохранения и образования. До сих пор ощущается нехватка школ и детских садов, несмотря на ударные темпы в их строительстве. Восемь школ мы построили в этом году. Малые, большие, неважно какие, но не было такого другого года у Кубани, у нашего края, что было построено 8 школ. За год отремонтировано 64 клуба ДК. Это там, где живут люди, это для них принципиально важно. Около 20, чуть больше офисов врачей общей практики построено, в следующем году будет и не меньше. Здесь очень важно, чтобы я не перечислял и не говорил о результатах, об успехах. Люди должны вокруг себя их в первую очередь ощущать. То, что каждый день окружает всех без исключения – дороги. Это один из самых острых вопросов для Краснодара. Под тотальный ремонт проезжих частей и пешеходных зон попали практически все районы города. Реконструировано больше 74 километров дорог. Одновременно с этим назрела другая проблема, решить которую можно только кардинальным способом. Вот такой объем и масштаб ремонта дорог в Краснодаре действительно беспрецедентный случай. У меня забудет и другая сторона вопроса. А как избавиться от пробок? Улицы мы не расширим, но есть выход. И вот сегодня этот выход мы начинаем реализовать. И уже планируется алгоритм, потому что мы обращались к институтам, которые занимаются транспортной логистикой. Невозможно сделать транспортную логистику, если форма города неверная. Город должен быть круглым, как Москва, радиальным. Мы сегодня начинаем проектировать новый город в сторону Ростова. По решению правительства тысячи гектаров уже передали Краснодар. Как раз мы будем закругляться. Сейчас еще около 620 гектаров рассматриваются вопросы передачи нам. Это полторы тысячи гектаров земли. Это будет новый Краснодар, который туда будет двигаться. И где мы пытаемся уже радиусом наводить эту транспортную логистику. Потому что сегодня даже из-за геометрии города нам это сделать очень сложно. Во время интервью затронули и тему, которая вызвала резонанс в уходящем 2017 году. Не только на Кубани, но и в России. В этом году много шума наделал тракторный марш. Так вот, как вы оцениваете эту ситуацию? И удалось ли разрешить проблему фермерам? Надо понимать, что сегодня мы делаем все, чтобы фермеры и сегодня, и завтра, и послезавтра тоже были устойчивы. Я убежден, что фермерство – это есть подушка безопасности, которая должна быть. Потому что фермер более мобилен. Он быстрее реагирует на спрос. Он быстрее ориентируется в рынке. Мы решили их объявлять в кооперативы вот на стадии переработки. То есть на стадии сырья. Они производят продукцию каждый. Но вот перерабатывать, чтобы они не искали в то же время и сбыт, они перерабатывают ее уже объединившись в кооператив. Мы понимаем, что у них нет денег, и никто им не даст кредиты по дешевый процент. Мы 90% компенсируем из крывого бюджета, если, допустим, все-таки они создают фермерский перерабатывающий кооператив, покупают линию по переработке, любую. Вот. И сами начинают перерабатывать собственную продукцию. Интервью с губернатором продолжалось больше двух часов. И даже после его окончания Вениамин Кондратьев уже в холле телеканала Кубань-24 продолжил общаться с журналистами. Задать свой вопрос главе региона пришли все, кто был в это время на работе. Александр Иванченко, Кубань-24, Краснодар. Доходы жителей Кубани в ближайшие три года должны вырасти. Такую задачу перед краевой и муниципальной властью поставил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона подвел итоги уходящего года. В Большом зале краевой администрации собрались все, от кого во многом зависит, как живет и развивается Краснодарский край. Это заместители губернатора, руководители министерств и ведомств, главы районов, депутаты ЗСК. 2017-й для Кубани был во многом успешным, отметил Вениамин Кондратьев. Положительная динамика была во всех основных отраслях – промышленности, строительстве, агропромышленном комплексе. Консолидированный бюджет составил 250 миллиардов рублей. От высоких показателей в экономике края должна зависеть и жизнь кубанцев, подчеркнул губернатор. Это повышение доходов и создание комфортной социальной среды. Оценку должны не мы здесь ставить с этой высокой трибуны, а жители края должны отмечать, что на самом деле и есть этот рост у них в карманах, в зарплате, в улучшении качества жизни. Коллеги, мы все должны сделать, чтобы зарплата у жителей края была никак не меньше среднероссийской, а то и больше, потому что мы экономически сильный регион, мы сытый регион, мы успешный регион. Это задача у всех. То есть средняя зарплата никак не ниже среднероссийской, а то и выше. По большому счету, тогда нет смысла говорить о каких-то рывках в экономике. Губернатор также отметил, что в этом году ремонтировались дороги, было построено 8 новых школ, а крупные проекты по благоустройству территорий реализовывались во всех районах края. Стало известно количество дворовых и общественных территорий Сочи, принимающих участие в проекте формирования комфортной городской среды. На благоустройство в ближайшие 4 года могут рассчитывать и 2017 дворов, скверов и парков курорта. Сегодня в городе состоялось итоговое совещание с участием общественников, на котором согласовали окончательный протокол. Уже сегодня его направят в администрацию Краснодарского края. В следующем году на реализацию проекта формирования комфортной городской среды Сочи рассчитывает получить 250 миллионов рублей. Большая часть средств – это федеральные и краевые бюджеты. Свою лепту в размере 30 миллионов внес и муниципалитет. Город у нас на месте не стоит и без программы. Но с программой, конечно, будет намного легче, потому что это целевые деньги. И самое главное в этой программе – это участие общественности. Плюс здесь разговор идет еще о программе «Парки малых городов», согласно которой город может получить еще средства на то, чтобы приводить в порядок не только придомовые территории, которые уже давным-давно не приводятся в порядок, но и общественные зоны, такие, как, например, вот город за счет своего ресурса сделал сквер 80-летия Краснодарского края, фестивальный сквер, сейчас делается сквер на бытке. Выделенных средств может хватить и на строительство новых скверов по одному в каждом районе курорта. Что же касается придомовых территорий, то их в Сочи определено 1902. Какие из них попадут под реализацию партийного проекта уже в следующем году, также решили сегодня, учитывая мнение общественности и представителей ТОСов. Необходимо было понять, на какой территории что необходимо сделать. То есть, где поставить лампочки, где поставить урны, где правильно расположить освещение, где обеспечить озеленение, где заасфальтировать территорию, где сделать благоустройство, связанное с установкой бордюрных камней и все прочее, прочее. То есть, все это было сделано. И все это необходимо было внести в ГИС ЖКХ. ГИС ЖКХ – это государственная информационная система ЖКХ. Потребовалось, чтобы вы понимали, на каждую территорию требовалось потратить 15 минут для внесения этой информации в ГИС ЖКХ. В Сочи продолжаются слушания по внесению изменений в генеральный план развития города-курорта. Всего планируется провести 55 слушаний. Принять участие в обсуждении могут все желающие из всех населенных пунктов Большого Сочи. Накануне общественные слушания прошли в администрации Хостинского района, расскажет Инга Габешия. Изменения в генплан готовятся Институтом градостроительства «Гипрогор». Именно эта организация разрабатывала градостроительную документацию для Сочи еще с 30-х годов. Представитель института подробно рассказала жителям Хостинского района о планируемых изменениях, а коснутся они каждого села. В целом же внесенные поправки Наталья Удовиченко обосновала приростом населения в Сочи и высокой рождаемостью. Только в хостинских школах детей выше нормы на 2500. Счет строительства необходимых соцобъектов ввело как руководство города, так и эксперты. Учитывалась и перспектива. Генплан рассчитан до 2032 года. Всего в Хостинском внутригородском районе генеральным планом предлагается строительство детских садов на 3600 с лишним мест, небольшой копеечкой, и строительство школ на 10,5 тысяч мест. Мы предлагаем разместить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей, всего раздольных, на 53,4 гектара. И это предлагается с 2018 по 2022 год вот в этот период. Всего у нас получается в образовании школ 16, детских садиков 11, здравоохранение 18 объектов. Предложения принимаются и учитываются по проценту. Озвученные изменения, подчеркивают эксперты, еще не утверждены, а лишь в стадии обсуждения. Поэтому важно выслушать пожелания всех собравшихся местных жителей. Самое активное участие в обсуждениях принимает и архитектурное сообщество курорта, внося свои корректировки. Мы уже посчитав степень урбанизации курорта в его южной части, пришли к выводу, что далее уплотнять застройку в прибрежной зоне недопустимо. У нас есть стратегическая задача, и о ней сегодня здесь самая острая дискуссия идет. Это не только сохранение сельских угодий, но развитие на них эффективного сельского хозяйства, субтропического. Поэтому возрождение сельского хозяйства, соответственно, потребует и развития сельских населенных мест. Общественность же требует четких, документально запротоколированных гарантий сохранения зеленых зон, прекращения высотного строительства, расширения территорий, охраняемых от застройки законом. В частности, горожанам нужны гарантии, что сельхозугодия, в том числе заброшенные, не станут использоваться под строительство высоток. Мы просим отразить в генплане города Сочи земли, которые заняты чайными плантациями, как особо ценные сельскохозяйственные. Вот у нас вот такое предложение. В слушаниях в хосте принял участие и депутат Государственной думы от Сочи Константин Затулин. Он отметил, что в разработке документа должны принимать участие и федеральные структуры, поскольку значительная часть территории Большого Сочи в их ведении. Поэтому главная задача – найти баланс между интересами развития курорта и интересами жителей. По его словам, поспешность в этой работе недопустима, поэтому обсуждения и корректировки изменений в генплан должны длиться до тех пор, пока общественность не получит ответы на все поставленные вопросы. Что касается моих представлений в генеральном плане, не включают в себя не только ту часть, которая зависит от городской администрации и законодательного собрания. А мы ведь только это обсуждаем. Мы обсуждаем школы, детские сады, обсуждаем зонирование под жилищное строительство. Ну, все то, что мы обсуждаем, мы слышим. Но при этом мы абсолютно не в курсе того, а что будет происходить на всех остальных территориях, которые не являются городскими. Что будет происходить с предприятиями, которые не являются городскими, являются частными, федеральными, краевыми и так далее, и так далее. Константин Затулин уже обратился к вице-премьеру страны Дмитрию Казаку с просьбой, чтобы предприятия федерального подчинения тоже включились в подготовку генплана курорта. Обсуждение главного градостроительного документа с общественностью продолжится сразу после новогодних праздников. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В городе состоялась последняя в этом году сессия городского собрания Сочи. Депутаты во втором чтении окончательно приняли бюджет города на 2018 год и плановый период до 2020 года. Все подробности у Елена Всециной. Бюджет сверстан на три года и принят во втором чтении депутатами городского собрания Сочи. Таким образом, средства распределены по отраслям. В городе будет работать 28 программ, но это уже с учетом софинансирования. То есть на реализацию этих программ будут привлечены средства из краевой казны. Бюджет 2018 года это 10 миллиардов 651 миллион 651 тысячи рублей. В том числе местных налоговых сборов 6 миллиардов 470. Бюджет стабильный. Он гарантирует исполнение функциональных обязанностей всех бюджетных подразделений города Сочи. Я полагаю, что он напряженный, но вполне реальный. На бюджетные средства построят дополнительные школьные помещения на Макаренков, Дагомысье, в Хосте. Завершится ремонт спортшколы номер 2, спортплощадок в ряде других школ, в том числе и сельских. Запланирована газификация Лазаревского района и Хостинского. Увеличены средства на благоустройство всех районов. Увеличится зарплата у медицинских работников и на 5% зарплата всех бюджетников. Одним словом, бюджет принят согласно утвержденного плана социально-экономического развития города Сочи. Депутаты также подняли вопрос о необходимости контроля и ревизии предприятия спецавтохозяйства по уборке города, которое вновь в конце года попросило из бюджета 59 миллионов рублей. И народных избранников поддержал заместитель прокурора города, который сообщил, что в прокуратуре уже ведется проверка финансовой деятельности САХа. По нашему мнению, уже хватит субсидировать, нужно смотреть, куда же фактически расходуются денежные средства, которые зарабатывает САХ. Утвердили также на сессии городского собрания Сочи правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования и программу приватизации муниципального имущества Сочи. Также утвердили важный для депутатов документ, по которому предстоит работать в новом году, план работы городского собрания Сочи. В администрации города Сочи подвели итоги работы муниципальной службы спасения за год. Всего ее специалистами было проведено более 800 спасательных операций. Тушение пожаров, поисково-спасательные работы в горной местности, оказание помощи при ДТП. Сочи обладает специфической местностью. Есть и равнины, и горы, и море. Поэтому работа городской спасательной службы требует опыта, постоянства и самоотверженного труда. И здесь немаловажную роль играет как планирование, так и быстрая реакция на происходящее. В 2017-м комиссия по чрезвычайным ситуациям провела 87 заседаний. Именно столько раз горожанам угрожала опасность. Но благодаря работе этих людей сочинцы об этом узнали только сейчас и то из отчетов. Четкое качественное выполнение задачи по предназначению, чтобы наше население понимало, что спасатели есть, готовы всегда прийти на помощь. Самое главное – вовремя все сделать. Вовремя были проведены не только спасательные операции, но и учебные тренировки. Обучение проводилось на различных предприятиях и в учебно-методическом центре края. Для этого привлекались различные силы – федеральные, краевые службы, Росгвардии и медики. В течение всего года проведено 11 ежемесячных занятий внутриградских районов, в которых приняли участие тысячи человек. Техника – вот без чего невозможна работа спасателей. В этом году ее парк обновился. Впереди запуск нового оборудования. В настоящее время переходим на систему 112. Сейчас активно проводится работа. Для того, чтобы в 2018 году мы запустим новую для города эта система, как бы необычная, но я думаю, что она будет функционировать. Спасатели планируют использовать новую систему для подготовки к главному событию – Чемпионату мира по футболу. В связи с этим уделяется особое внимание стадиону Фишт. Уже установлено порядка двух тысяч камер наблюдения как на общих объектах, так и на отдельно значимых. В работе службы спасения очень важны сами люди. Каким должен быть спасатель – однозначного ответа нет. Этот человек – 10 профессий одновременно. Как сила, как ум, как добросовестное выполнение служебных обязанностей он должен не бояться, должен всегда быть первым на высоте, идти в бой и делать свою работу только на отлично. В завершение заседания отличившихся сотрудников службы поблагодарили за блестящую выполненную работу. Фотоспасателям вручили почетные грамоты и награды. Гелена Овсецина, телекомпания ФКТ. В гости после пожара сочинский участковый посетил многодетную семью, спасенную им из пламени. С момента ЧП прошел почти год. 3 января майор полиции вместе с друзьями вынес из горящего дома троих малолетних детей и вывел их мать. Узнав от женщины о том, что внутри остался ее супруг, отец семерых детей, Владимир Новиков накинул на плечи одеяло и кинулся в дом. На втором этаже полицейский обнаружил хозяина в бессознательном состоянии и на себе вынес мужчину на улицу. Приказом Министерства внутренних дел Новиков удостоен награды за смелость во имя спасения, а также медали почет и уважение сочинцев. Предпраздничный визит Владимира Новикова в спасенную им семью подарил много приятных эмоций как взрослым, так и детям. Никто не остался без подарков. Кроме игрушек и сладостей, ребятам вручили новогодние тематические раскраски, разработанные сотрудниками УВД. Такие же книжки полицейские вручили на новогоднем утреннике детям сотрудников гарнизона и ребятам, находящимся на лечении в поликлинике МВД. Мероприятия прошли в рамках всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз». Она продлится до 15 января. Социологический портрет студента среднего профессионального образовательного учреждения обсудили сегодня в Сочи. На базе Сочинского госуниверситета стартовала международная научно-практическая конференция, в ходе которой будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы среднего образования. Все подробности в нашем следующем сюжете. Какой он студент, обучающийся по программе среднего профессионального образования? Вопрос, об актуальности которого говорит Министерство образования и науки. Страны сегодня обсуждали на международной научно-практической конференции комплексный социологический портрет обучающегося СПО. Форум прошел в Сочинском госуниверситете. Участники конференции – это непосредственно преподаватели, сотрудники Университетского экономико-технологического колледжа, но и также, конечно, мы привлекаем сторонние организации, другие образовательные учреждения для участия в нашей конференции, для того, чтобы обмениваться опытом, обсуждать какие-то сложности, которые возникают в рамках нашей деятельности профессиональной. В ходе исследования организации среднего профессионального образования по всей стране был сделан вывод – сегодня профессии, которые можно получить в таких заведениях, весьма востребованный престиж рабочих специальностей растет из года в год, а потому актуальность проводимой конференции очевидна. Сегодня СПО очень востребованы, в том числе среди самих абитуриентов, среди их родителей, и с каждым годом отмечается существенный рост качества абитуриента. Ребята идут с очень прочными школьными знаниями в систему СПО, идут с высокой мотивацией. Одним словом, ряды заведений среднего образования сегодня пополняют не только троечники, как это было раньше. Сегодня колледж или техникум – это отличная ступень для начала карьеры, ну а высшее образование можно получить и позже, уже имея за плечами опыт работы. На конференции сегодня также говорили о демонстрационном экзамене, введении профессиональных стандартов, о цифровых технологиях в образовании, а также о чемпионате рабочих профессий WorldSkills, в финальной части которого экономико-технологический колледж СГУ завоевал медаль за профессионализм в категории «Поварское дело». Кстати, единственный в крае. Инга Габеши, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.